Приветствую вас, уважаемые телезрители! Сегодня будет несколько необычная передача. Дело в том, что в первые дни Нового Года мне на телефон приходило много поздравлений и разных пожеланий. Среди них постоянно проскальзывали поздравления не с Новым Годом, а приветствия с наступившим Годом собаки. Даже на такие опусы я реагировал каким-нибудь христианским текстом или мудрой мыслью. Но недавно с одного из монастырей мне прислали рассказ, автором которого является Елена Кучеренко. Прочитал я его и подумалось, непременно надо его озвучить перед телекамерой. Озвучить особенно для тех, кто вступил в Год собаки. Итак, послушайте, я этот рассказ буду читать. Называется он «Жизнь и смерть двух уродов». «Я люблю кладбище. Кажется, я даже уже об этом писала. Там есть о чем подумать. Идешь тихо, смотришь на могилы и понимаешь, что за этими одинаковыми камнями и крестами судьбы. Разные, неповторимые радости, беды, надежды, разочарования, любовь и ненависть. Кем были эти люди? Как жили? Как умирали? Хорошо, плохо? О чем мечтали? Бог весть. Больше всего люблю сельское кладбище, особенно весной. Рядом со смертью рождение новой жизни. Пробуждается в полет природа, греет солнце, щебечут птицы. И именно в этот миг чувствуешь, что смерти-то этой и нет. Просто открылась дверь и ушел туда человек. Куда? И что будет теперь с ним, знает только Господь. В этом году в нашей деревне меня опять туда потянуло. У одной могилки сидела старушка. Кто у нее там? Муж, сын? Посидела, перекрестилась и пошла куда-то. Рядом с другой очень деятельно копошились молодые мужчины-женщины. Она рвала траву, он красил оградку. И о чем-то оживленные совсем не по-клонбищенски болтали. Когда я шла обратно, они тоже уже собирались. Женщина напоследок протирала фотографию на памятнике. А ее спутник зачем-то тоже заботливо пристраивал рядом на земле рюмку водки. В тот день я случайно обратила внимание на одну могилку. Не потому, что она была заброшенной и неухоженной. Таких там много. А потому, что покосившийся ржавый крест, воткнутый в землю, был явно самодельным, из каких-то двух труб. И все. Ни ограды, ни цветов. Только заросший давно забытый холм. И даже на фоне других непрекаянных могил он выглядел особенно сиротливо. Как будто никогда и не был никому нужен. Весь вечер этот грустный холм так и стоял у меня перед глазами. И увидев соседку, старенькую уже тетю Машу, я спросила про него. Тот на отшибе с трубами? Задала она вопрос. Так это Сережка, урод. Ответила она. Бедолага. Она вздохнула и задумалась, что-то вспоминая. Сережка правда был бедолагой с рождения. Бабка его, которую все в деревне звали просто Петровна, и которая единственная из всех человеческих существ на земле, хоть как-то тепло к нему относилась, вздыхала, глядя на внука, и шамкала беззубым ртом. Э, Горемычный, лучше бы ты помер. Может, и лучше. Но Сережка жил. Выжил он, когда мать его, Маринка, местная алкоголичка, сквозь пьяный угар, осознав, что беременна, выпила какой-то абортивный татвар, который дала ей местная знахарка, и сама чуть не померла. Выжил он, когда полусумасшедший от беспробудного пьянства отец его Степан зашвырнул вскулящего уже от голода сына топором и снес ему половину лица. Так Сережка в четыре года стал уродом. Маринка заголосила, хотя к сыну особых чувств не испытывала. Степан протрезвел, сам пошел в местную милицию, его посадили. В тюрьме он помер. Маринка по мужу убивалась недолго, пока другой алкаш Генка не пришел к ней с бутылкой и со словами «Щенок, пойди погуляй!» Отвесил на ходу за бинтовым на Сережке пендаля. Маринка на это тупо заржала и плотоядно вытаращилась на водку. Выжил Сережка, когда неделями дома было нечего жрать, и он таскал еду с соседних огородов. Иногда, правда, бабка Петровна тоже пьющая, но с перерывами, подкармливала его, но это было нечасто и до очередного ее запоя. А потом она померла, и кормить пацана вообще стало некому. Выжил, когда с ним, уродом, грязным и оборванным, брезговали общаться даже подобные ему оборванцы, тоже дети пьющих родителей, которых тогда в деревне было больше половины, только стал диким и злым. Выжил, когда допивал за спящими прямо на грязном полу мамой, мамкой и Генкой поленку, а потом блевал сутками и обещал себе, что у него все будет по-другому. Выжил в 12 лет, когда обдолбанные парни из какой-то залетной компании полночи насиловали его в лесу, а потом еле дышащего оставили умирать. Но утром на него наткнулись грибники, завели дело, извращенцев поймали, а Сережку еще больше стали сторониться, как прокаженного, а он сам стал еще нелюдимее. И даже тогда выжил, когда вешался из-за рыжей Ольки. Любил он ее, все знали, но ни подойти, ни заговорить не решался, потому что урод. Лишь злобно зыркал на нее глазами, как будто и любя и ненавидя одновременно за свои муки и ускорял шаг, чтобы пройти быстрее мимо. А потом Олька вышла замуж за местного красавца Ивана. Несколько дней деревня пела, пела и гуляла, а Сережка сидел у своего дома на лавочке и прислушивался, а потом пошел в сарай и повесился. Только оборвалась веревка, и его лишь чуть придушило, как будто даже смерть брезговала им. Пацаном в местной школе Сережка появлялся нечасто, и то потому, что пригрозили, не будешь учиться, помрешь в тюрьме, как папаша твой. Быть как отец он хотел меньше всего. А потом настали девяностые, люди поехали в города, а кто остался, либо спился, либо торчался, либо помер. За редким исключением и то стариков. Учиться в школе стало некому, и до сих пор стоит она заброшенная и никому не нужная. Сережка к тому моменту со скрипом окончил восемь классов, просидев в некоторых по два года. Что он теперь делал? Пил, как и все, только в одиночку, хотя когда-то обещал себе, что не будет. Но и устроился на работу сторожем на еле еще дышащий районный завод. Его взяли с какой-то злорадной готовностью и шепотом за спиной. Вот урод! Такой рожей любой вор испугается. Он всегда был один. Так прошло несколько лет. Померла мамка Маринка, замерзла с пьяной зимой в сугробе, исчез Генка. Сережка не чувствовал, что он остался один. Он всегда один и был. Так уныло и до шканды бал бы он, наверное, по жизни до того своего могильного холмика. Но однажды, поздней осенью, напился он, как всегда один, упал где-то по дороге домой и заснул, как когда-то мать в снегу, и так же замерз бы там. Но проснулся от того, что кто-то лизал его уродливое лицо. Открыл он мутные глаза и увидел такую же страшную, как он сам, одноглазую и одноухую собачью морду. Пес схватил его за ворот тулупа и потянул, мол, вставай, дурак, помрешь же. И Сережка встал. Шатаясь, дошел он до своего дома, открыл дверь и отпустил увязавшегося за ним пса. Что это был за покалеченный пес и откуда он взялся, Серега не знал. Тебе пожрать, наверное, пробормотал он. А нет ничего, ладно, полежи. Парень кинул на холодный пол старое одеяло, оделся и вышел. Тебе, как всегда, спросила его Нюрка-самогонщица, у которой он брал выпивку. И, не дожидаясь ответа, протянула мутную бутылку. Нет, мне это костей каких-то. Ну или просто. Чего-чего? Я заплачу. И этот допился. Сознанием дела прошептала Нюрка вслед Сереге, когда он уходил с остатками супа, которое она ему продала. Уродливый пес поел, а потом благодарно лизнул парню руку. Тот от неожиданности даже задохнулся и ошарашенно вытаращился на место, которого коснулся шершавый язык. До этого самое доброе, что он видел и слышал в жизни, были слова бабки Петровны. Эх, горемычный, лучше бы ты помер. А потом медленно, робко и неумело положил эту руку на обезображенную кем-то песью голову. Так притулились друг к другу два одиногих, уродливых и никому не нужных существа. И стало им теплее. Впервые в жизни Серегу кто-то ждал дома. И впервые он спешил туда, в этот дом, покупая также у Нюрки какие-то объедки. И как же был он счастлив, когда открывал дверь, а навстречу с радостным лаем бросался его единственный в этом мире друг. Нет, он и выпивку тоже брал, но уже не так часто. А потом стал чего-то готовить, ел сам и угощал одноухого. Так он назвал пса. И было им хорошо. Над ними посмеивались. Надо же, два урода нашли друг друга. Но и замечать стали, что глаза у Сереги могут быть не только дикими и злыми, но и ласковыми и добрыми. Наверное, в эти минуты он думал о том, что и его теперь ждут, и что он кому-то нужен. Со временем он сделал одноухому во дворе будку, посадил на длинную цепь, и тот старательно охранял дом, облаивая всех, кто проходил мимо. Хотя охранять-то было незачем. Брать у Сереги было нечего. И все это знали. А потом одноухий пропал. Сорвался, наверное, с цепи, убежал. Многие тогда видели, как Серега подолгу стоял у забора и всматривался вдаль. Через несколько дней деревенские мужики принесли пса на одеяле с передбитыми ногами. Тот еле дышал, но был жив. «Этот Петька с компанией мы видели», – сказали они и положили одноухого на землю. Петька был местный наркоман и просто дебил. Серега опустился на колени рядом с псом и обнял его. А тот слабо лизнул его в нос. «Пойдем выпьем, что ли?» – пробормотали мужики, как-то растерянно всхлипнув и тихонько побрели. Сережка с трудом поднял одноухого и понес в дом. Вечером к ним постучалась Нюрка. «Я это вот сварила вам. Поешьте, что ли?» «Да убери ты свои деньги». Пес выжил, но ходить уже больше не мог, только ползал. И однажды Серега, взяв тяжелую палку, пошел туда, где чаще всего гуливали Петька с компанией, покалечившей его единственного друга. Разное потом говорили. Кто-то, что Серега хотел просто попугать, кто-то, что так же перебить ноги, как это сделали с одноухим. Но через два дня нашли его с ножом в спине. Хватились бы, наверное, и позже, а может и вообще не хватились бы, но выл пес на всю деревню. И заподозрили люди неладные. А Петьке после этого и след простыл. Собрались мужики, сколотили гроб, похоронили Серегу. Да что там похоронили? Закопали на местном кладбище за деревней. И все. Дом заколотили. А одноухи? Одноухи опять пропал. Мы долго удивлялись тогда. Куда этот пес мог деться? Он же не ходячий. Вспоминала старенькая соседка тетя Маша, которая мне все это рассказывала. А потом Нюрка-самогонщица вся в слезах прибежала с кладбища. Ходила Нюрка на могилу к своей покойной матери. Проходя мимо места, где недавно похоронили Серегу-урода, замерла, как громом пораженная. На могильном холмике, обняв покалеченными лапами землю, лежал одноухи. Он был мертв. Тетя Маша украдкой вытерла слезы. Сколько лет прошло, я не могу спокойно вспоминать. Ты там была, видела, что это далеко. Как он дополз-то, бедолага, бедный, как нашел. В тот день у Серегиной могилы собрался народ. Нюрка, мужики, женщины, не старая еще тетя Маша. Они стояли, смотрели на одноухого и думали о чем-то своем. – Сделайте, Сереге, крест какой, что ли, мужики, – сказала вдруг Нюрка. – Что мы, хуже собаки, – с меня бутылка. – Что мы, не люди, – ответил кто-то. – А ведь мужик, он был неплохой, зла никому не делал, – раздался другой голос. Отмучился бедолага. Эх, так появилось на том холмике наскоро сваренный крест из двух труб, а потом прошло время, еще много народу разъехалось. Серегин дом совсем развалился, могилка заросла, и все все забыли. На следующий день я нарвала маленький букет, одуванчики, какие-то синие цветочки и пошла на кладбище. Так же звенела природа, пели птицы, порхали бабочки, и казалось, что смерти нет. «Почему Господь дал тебе все это?» – думала я. «Где ты сейчас? Как тебе там?» И мне почему-то казалось, что все у Сереги сейчас хорошо. Вот чувствовала я это, и все. А еще я думала о том, что будь в жизни у него чуть больше любви, все было бы по-другому. Как же важна любовь, если даже любовь собаки сумела осветить и согреть жизнь несчастного одинокого парня, что смогла бы сделать любовь человеческая? Да, дорогие, любовь творит чудеса, А отсутствие ее убивает все живое. И почему умел любить тот же уродливый пес? А мы, люди, часто не умеем. Почему он умел, а мы не умеем? Мы же не хуже собак. Подумаем об этом. Если мы имеем смелость поздравлять друг друга с годом собаки. Субтитры создавал DimaTorzok